Девушки отдыхают Как начинать их строить и как их играть Для начала мы с вами попробуем записать, точнее не записать, а проиграть нужную нам гармонию Это ля, соль, потом, точнее ля минор, а-м аккорд, потом аккорд г, потом аккорд д и аккорд ф Потом снова соль, аккорд г и а-м Но единственное, что эти аккорды мы с вами будем играть немножечко по-другому То есть нестандартным способом, вот так Если, например, мы с вами будем играть такими аккордами чистыми, то получится То есть не совсем так вкусно, как если бы мы сыграли с вами спициката и выделяли нужные нам акценты Вот, для этого попробуем с вами рассмотреть, как правильно все это делать и как сочнее это сыграть Значит, аккорд а-м мы с вами будем брать только одним пальцем и будем зажимать четвертую и третью струну на втором ладо Соответственно, здесь мы будем играть все удары вниз, чтобы не было вопросов, куда удары вниз или вверх То есть все будем играть вниз Значит, и самый первый удар мы с вами делаем на пятую, четвертую и третью струну Сделали Он прозвучал, затем далее ребром ладони, ребром ладони зажимаем около машинки То есть делаем прием пициката То есть чтобы у нас пятая струна звучала не так, а вот так То есть ищем сначала этот звук То есть как только вы его найдете, продолжайте дальше делать Вот он у нас Вот, дальше мы с вами что делаем? Будем считать То есть получается раз и два и три и четыре и Это у нас будет с вами такт, в котором у нас будет жить аккорд а-м То есть получается раз и два и три и четыре и То есть получается мы с вами сделали акцент на первую долю и на четвертую Но только когда мы с вами делаем акцент на первую долю, мы играем еще и на и То есть, получается, раз, и добавляем. То есть, получается, раз, и, раз, и получилось. Вот, и далее мы, что дальше делаем? Медиатором добавляем нотки. Обязательно спицы ката. То есть, раз, и, два, и, три, и. До трех и доиграли, и дальше делаем удар вниз. Опять под тем же самым струном. Четыре и просто у нас тянется звук. Вот мы сыграли. Получился такт. Он закончился. Дальше то же самое мы делаем на аккорд соль. Соль мы ставим вторым пальцем, шестую струну зажимаем. Но зажимаем ее так, чтобы у нас эта фаланга второго пальца прикасалась к пятой струне. И чтобы она не просто прикасалась, а прикасалась так, чтобы пятая струна не звучала. Вот такой звук, чтобы был. И здесь мы делаем что? Тоже удар вниз до третьей струны включительно. Это опять у нас будет раз. И на и у нас идет пульсация медиатором до трех и. На четыре и мы снова повторяем аккорд. Получается раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Это все звучит. Затем дальше ставим аккорд ре мажор. Но ре мажор мы будем ставить с вами не стандартный. Не такой аккорд D, как вы его себе привыкли видеть. А будем его ставить с басом фа диез. То есть фа диез у нас шестая струна, второй лад. Соответственно, дальше мы ставим второй палец, зажимая третью струну на втором ладу, и безымянный палец зажимает вторую струну на третьем ладу. Здесь мы играем с вами струны, стараемся сыграть так, чтобы они звучали все. То есть шестая, пятая, четвертая, третья и вторая. То есть первую струну мы с вами держим безымянным пальчиком, так, чтобы она не звучала. Чтобы от нее не было звука. Получается такое созвучие. То есть, соответственно, такая же пульсация. Раз, аккорд на и, два, и, три, и медиатором. На четыре у нас снова аккорд. На четыре и он у нас длится. И затем просто поставим аккорд фа-мажор, но только здесь фа-мажор мы ставим не совсем стандартный и привычный вам. Приподнимаем указательный палец. То есть тем самым мы не зажимаем здесь прием барре. То есть у нас получается первая и вторая струна открытые. Это даст такой более интересный аккорд, более объемный. Вот, он у нас здесь идет на три, на раз и два, и просто, он просто длится. Раз, и, два, и сыграли. Потом передвинули эту же аппликатуру, только на третий лад. И сыграли то же самое. Удар вниз, и три, и, четыре, и будет. Вот, и дальше продолжаете делать то же самое. И закончили. Надеюсь, вам понравилось, и вы сможете извлечь из этого рифа для себя какой-то толк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok